Твоя жизнь чуть-чуть подбадрит, я прям еду, тяжко чем-то там Более, единственное то, что боли, а так там, чего, а так не было, и это самое, какие-то тут постоянно предложения, какие-то делачи, кто-то тут дозволил Нет, да все равно, не знаю, понятно тебе, ты не можешь понять, когда хуже, начинаешь жить, какой бы то ни было Я вот там смотрел, я люблю фильм про фашизм, про релик, про пейс, сколько же там снимали, там, про эти констрагеря, что-на, что-то все Какой-то последний смотрел на фотосессии, как-то, как-то, оставшиеся, выжившиеся, снимался, живая, ну, полудокументария Она рассказывала, она говорит, когда, говорит, одна миска, и ты в нее и гадишь, и ешь, потому что если ты нагадишь, где-то тебя забьют прикладами Хотя там весело такое, говорит, там травинки не было, травинку видели, бросались, съедали, там, вот так вот, вези Что без миски останешься, не в чем будет, все в руки нагрешь, как-то, ну, и все, каждый с вами потерял все А в туалет, вот она говорит, вот эти, летние, вот эти, ну, как летние, они земли, они, просто бетонные, с дыркой, да Туда, говорит, все не влазили, отдавали пять минут, и все вокруг своей тарелки, кто не влазил внутрь И трое тарелку, потом снегом там, протрешь, я это слушаю, я на нее смотрю, да я бы на эту... Ну, я бы, во-первых, никогда в плен был, конечно, мне только связано, я бы биться на это последнее Я не понимаю, как в плен остается Я не понимаю, как можно смотреть, когда мучают другого, вот я вадю, ходил бы у кого-то там преснуть Да я бы ему сразу в горло вставил на какой-то четыре То есть, для меня, конечно, пленность, это непонятное событие Надо длиться до конца и просто... Я знаешь, что это... Я себе тоже как-то смелее, ну, в общем, я видел много, знаешь, когда лежал вот два месяца И где-то тут упал от инфекционной терапии В общем, каких-то людей не видишь, понимаешь, их приносят, они тут же умирают А кроме того, какие там страдания, парни нам принесли Восемнадцать лет, или семнадцать лет, не знаю, он азербайджанец А он был праздником, 9 мая, я не знаю, и его эти скинкеды, короче Там его измоладили, его порезали, все его льба И бросили под поезд, представляете, что происходит И его под вагонами там промолокло всего там, мясо, куски И он живой остался, жил две недели Вот, он как бы до меня лежал, меня привезли, а он вот умер только и вот Вот, ты понимаешь, каждый день смотришь на этих людей И лежал за мной один, Гриша, звали парень Он двойный ровесник Вот, и вот тогда на то время-то был чуть за двадцать Вот, полис, в общем, провода А тогда, ну, такой металл принимали в виде наших любимцев И он деревню порез свои эти самые провода, снимается со столба И его там как шарахло, и он упал и три дня лежал под этим столбом, сломал шею Понимаешь, один был Вот, и три дня лежал, это самое, но он все в сознании, ни рукой, ни такой же, вот как я Вот, и там как бы проезжал человек на спиде и увидел его И вот привезли, мы лежали где-то чем больше месяца, может Вот, и на моих глазах от него как мать отказывался, понимаешь И вот, если что в таком состоянии, поезжаешь И от него отказывается мать А ее уговорит, значит, вы что, сын там, куда-сюда Она говорит, а чем вы говорите? Он мужик, а где за ним там будет ничего? И все, и она отказывается Начинает ходить брат его старший Они вот там, братья, по-моему, старшие были Вот, и ходят, навещают, минус там, грязькинцы все За женой со своей Вот, и момент вывезки, в общем Пару забирать Вполне вопросы перестают Ну, они живут там, не знаю, в двухкомнатной квартире Дети там, двух детей, да и они Он с женой, ну, куда их забирать? Правильно? Они Они отказываются, они тоже неделя вторая уже не приходят Идут в отказ Понимаешь? И все, я вижу И мы наблюдаем за ним Понимаешь, ну, там, матушка Помогать то ли с чем может Покормить там, ничего И вот, и постепенно, как-то от него Медсестры сначала На ним там, это, ухаживают Понимаешь, вы стараются Помогать В нем там Вытаскивают Выносят Моют его как-то И все, и постепенно На глаза, как-то от него отходит Отходит Он один остается Понимаешь? И у нее вот эти пролежные Там Начинают гонить Он лежит в палате Он переводит И уже порассказывают Людям Он лежит в палате Он гонит Заживо Это боль Там уже люди туда перестают Врачи И Человек Заживо Заживо Я Я просто Почему Мне это не помогало Потому что Боря ближе Меня не радует Потому что я знаю Кучи случаев Я же не виноват Я и счастье желаю Мне даже без Если я могу Успокоить смысл Что кому-то хуже Это кому-то я радуюсь Что ему хуже Я не понимал Как Все говорят Посмотри кому-то хуже чем тебе Я говорю А почему он должен радовать? Я жалею этого человека Я бы хотел бы сам ему все отдать Почему он должен все успокаивать Что кому-то хуже чем ими Я хотел бы чтобы ему и мне было хорошо И мне это место никак не могло приводить И поэтому с тобой даже Ты будешь что я радуюсь? Ну просто Я говорю еще это все интернет там Когда я вот Виртуально это все не то А живу как-то типа Потому что я смотрел Вот с кожи там да Ребята показывают Американцы там Парни Девчонки Они родились с этим И там родились У них этот псориат Там все вот это Они все в ожоге Их не иметь нельзя Родители из детства И по 16 лет У пацана там Склеенные пальцы Да он купил этот Форд Мустарг там 16 лет Они как-то Девку вообще Уже состраивали Близнецы Парень что там Руки шеет Девку у него вообще У него спины нет Это как-то называют Тоже райские А Божьи бабочки Тоже Божьи дети У них вообще Кожи Она их церквит Она даст Дочка Она 30 часа с утра Мучается 30 часа вечером Она орет все время Их показывают такими Счастливыми Вроде Что-то там планирует Я вижу Они никогда за пол часа передачи Нарезанные Они не улыбались Ну пацан еще пытался давить А она вообще Не улыбается На самом деле Она всегда грустная Она болит А я на нее смотрю Я вижу Вот у меня сейчас Как огонь в руках У меня кожа вся горит Видишь такие Сейчас ты еще вот Подуспокойся У меня тоже как перчатки Видишь все лопается У меня ноги лопаются Я сразу встать не могу С кровати Я не могу Все деревенеет И ты стоишь там Бац Пол пятки И вот так Падаешь Там Ползешь В прошлом году В прошлом году все Мало то что у меня башка У меня опять эти руки Я вообще вижу вот так Я не чистил Не могу не помыться Не умыться Не пожертвы А мне кажется это психолог Мне кажется что Вот эти мои боли Все это там Нервные Там мне в психоз Готовы положить Какие-то таблетки Все равно естественно не лепишь Вообще Приехать Ну по своей Ну положили в это Влажно Закололи меня У меня вот тут Сцепило все Руки Вот так Два дня Она заходит на второй день Еще с тобой А я не сплю И сидеть не могу У меня они Или от уколов Ну или Господь за то что Или плечица решила У меня все стянуло Руки вот так Плечо все Я подшириться не могу Я не лечь не могу И вот так Сижу Я месяца не спал вообще Обратный дыхт Но я говорю По сравнению с тобой Я хоть живу Я могу ходить Могу думать Хоть как-то Все время у всех показывают Какой-то врач Ребенок Это негретосик У него вот эти Ноги как шина Он как на покрышке сидит Где-то в Африке Видел Какой-то врач из Лондона Приезжает Все посмотрел Да мы будем резать А мы с вами Парни там из первых Двадцати врачей Там эти срезанные Бродажки Радостно ходил Две недели И опять поперло И показывает Два месяца Он опять сидит Вот с такими Или тот Или тот Как эти И всех показывают В конце передачи Умер Так Уже врачи Нашли все Вроде Получилось Затормозить Она двенадцать лет Там не ходить Или бешеная масса Там Максимум В бассейне Ее опускали Она чуть-чуть поплавала У нее легкость какая-то была А так она вечно По душе Ну Хватило их на долго Потому что Как можно Утешать себе мысль Что кому-то хуже Чему мне Ты рассказываешь про парня Ты меня передергаешь Что-то там Книги Это ужас Что-то хорошее Я в этом Понятно Мне в чем-то Эта схема не работает Про Еву Я же все знаю Да Ну тебе хватает Это какое-то время Я тебе к чему Она тоже не работает Я тебе к чему Подвигаю-то Понимаешь Это надо Перетерпеть Но через это Если уж проходит Потому что Многие В моем состоянии Ну у меня есть опыт Общения так с людьми И в максимум Семьей живут А умирают От чего В основном Отчаяния От отчаяния Люди просто Они бесятся Вот так вот Как бы сами себя Обрабляют А тут Что тут надо Потерпеть Просто именно Кому-то И кому-то Может 4 года Да я вздумал Ну как-то Каждый день Ну вот А как-то Конечно Я как началось Думаю Ну болеешь Три Три Месяц Я каждый день Кричал Что если еще день Я все Я не могу Потом я Год я полный Прошел Я думаю Я уже год в аду Я же скоро звоню Мне каждый день Откачиваю Откачиваю Потом Потом как-то Спадет чуть-чуть Я вот в таком состоянии Живу Потом что-то опять Нахлестывает Я целый день Ну не знаю Конечно Нет Нет Господь даст Ну я Я согласен Мне хотелось С кем Ты еще Знаешь Живую Я знаю Потому что Мы погладим Эту тему Три Три Отцепиться Матери Своей Не слугавлю Потому что Она меня Обидит Знаю Конечно Да Вот Понимаю Что Ты не имеешь в виду На позитиве Я Три Опять Я же Нахожусь В таком состоянии Потому что Мне Часто физически я не спрашиваю у меня сейчас период богохудства я терпел я даже пытался и молиться и поклоны там даже когда я полосу ну все планка падает и все и распятие снимаешь икону убираешь хотя у меня нет проблем а то что я снял внутри то есть он вокруг меня с этим нет проблем мне не нужны внешние образы я хочу его отомстить а как говоришь ты кого он сюда конечно я все помню вся глава писания за ним куда я сойду и в акту это бесишься не знаешь что сделать я не хочу там не курить не выпить после я местными то что там пащу искусником себе мечтает закон где я дешевать им не могу душе на камне молился когда он просил человеческий кто знает какие стены у него были такие же как у ледового человека предскушение смерти каждое чувство амурка я больше времени был испыток вот он понимает, что его будет пытать мы же видим Морозков как Скинхедр он же понимал тогда киеринский воин, что они не видели а раньше был, как и сейчас конечно, такая же блядина и тогда такие же были я вот люблю фильм я вообще, я живу им я считаю, что это самое потому что как он показал а то люди, ой, разбойничек на кресте Христос там на кресте конечно, я против католического уродов изображать все это, образные иконы должны быть но в фильме он показался супер он на той художественный фильм он снял реальный саблик разные вещи причем у него же есть тот же он основывается на этой площади цели это самое подкрепляет свои и мне понравилось он сразу с благоволение не делал какой бы он там ни был православный предистан они все-таки по-своему любят креста, эти не важно кто я просто я против банального экуминизма давайте все забудем обнимемся мусульманами которые не признаются евгениями, которые в Евангелии в порог мечети закапывают цена воды что это такое, как можно забыть все по имя любви так Бог есть Бог, это Бог Христос как я не могу уважать веру я считаю, что я смысл мусульман, да а как я могу не уважать если он Богу Всевышнего молится он же верит то, что на нем есть Бог как это не уважать а уж тем более христианин если он верит искренне верит но все, что у нас происходит это вот этот кибербоп как раз он сказал в этом ролике что все показывают что вот этот вот долл это ну-ка, паркиры эти все и что конечно правильно тут смирновывает что мусульманин не может за это уважать потому что он бабку подводит в церковь бесплатно ты говорит ну ты молит и к Богу едешь я деньги буду брать не можешь отношений к нему какой ну ничего ты там картошку с помидорами не скажешь ну так да когда при храме там социал ничего и там не растет там завалили жатвы бабули любят и живот начинает расти я тоже о, отславец конфеты чайок себе два раза покушеных хватит если это печень и всего-всего несут сынок-сынок отец Роман сам 160 уже такой шпот как у нас красивый молодой 30 лет а сейчас и смеются как крест вот так лежит да папа должен лежать какая радость у малаху пожар пожар и остался да 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 я попробую все каждый действительно сам все приступнуто я хотел бы в монастыре жить ну а я спрашиваю да куда монастырь от нас пока укоренилась люди вот это да где женщина но куда они поставят туда в монастырь пойти а я говорю откуда вообще мысли такие что это вообще зачем монастырь ну не знаю ну положим положим то есть способны жили дома одна не было папа усилий до четырех стенах я говорю я говорю ты это самое ты готовишься к этому апокалипс три дня хотя бы попробую не то что не пей а просто не ешь три дня не ешь не проверишь себе я два дня попробую с болью пола вот я встречаюсь я сейчас роман ты мясо не ел я не ел два дня глаза выпучат ты чё я за объединение чтобы вот побольше побольше ну с кем с киберпопом позвонил он меня 10 раз пацан не стал со мной говорить перенаправил мне какой-то вконтакте я как-то ему лично я им пишу но он же сам у него первый ролик трейлер на канале ищет помощников тоже я звоню у них не берет пишите в почту пишу в почту он меня на 100 этих направляет какую-то форму одну запомнил ему там программеры понаделали какие-то помощнички какие-то там формы он хочет чтобы я им ролики оптимизировал я ему четко написал у меня там канал я вот осень делаю свои там то есть я не оптимизатор я предлагаю какую-то давай подружимся я может пообщаться просто им не нужны люди он мне какой-то вконтакт отправляется на администратор девушка оказалась я говорю давай мы с ним что-то запишем как скайпе знаешь что мне ответил а вы ты кто такой я кто такой я просто не вели хочу пообщаться а что канал у меня там он единая личность у нас я как услышал у меня все упало ну типа киркоров что ну типа того я думал вообще проповедник Христа а носит у меня глазами скайпе клубы я говорю он единая личность я просто ошибся да извините я и все и тут я удалил канал уже что там слушать и после такого этого администратора который у него релакерс следит личность если у него не досванец а он как в Бутулинске вот у нас благочинка в деревне он сидит да времени лишнего людей нет он не готов вообще от Евангелия никогда не отрекусь в мою жизнь но к православию как раз Осипов людей притягивает потому что именно он все равно говорит на эти темы что как бы что ни было я говорю вот это политика как я тебе про Миталкова в моем фильме мы все в ней выходить нет смысла куда он всем говорит а куда идти у православия есть корни мне нравятся найдутся древности не важно какие-то там превышения и вообще мне не нужно эти доказательства ты можешь там мне тоже компрометировал что там прерывал след на русском в принципе будем прерывать это не важно я верю в дух мне не нужно это физическое положение Бог духом все сделал и где она осталась кто такие протестанты кто они все обрубили у них ничего нет кто такие любые секты нет в православии есть наследие мы опираемся даже на самих святых людей делаем не на то что мы опираемся на время мы опираемся на любви мы почитаем антонии кто это даже католики они все правда обрезали они тоже обрезали они правильно на хомяков сажат первые протестанты не протестанты а католики были первые они отреклись от всего предания тысячелетних да на полочке он стоит но они по ней не живут не читают не изучают они все он чувствует с помы кимпийского как раз во время Росква протестанты еще дальше они уже все наши учителя это Кальвин там Кальвин Лютер и так далее а у нас я считаю что человек который не представил Антония Верикова после апостола он не прослав мне тоже даже ты не поймешь он дух никогда и как Антоний пишет какое чудо как он еще хранит традиции что он никогда не скажет что по моей молитве или по молитве этому не пойди к Павлу Прикосскому он всегда говорит иди сам молись или Макс он там пару раз был и когда ему говорили спасибо он говорил Бог тебя исцелит он никогда не говорил что там молитва может еще кто-то мне вот это нравилось и потом уже стал это уходить я уже в Барсонофии читаешь уже вот это какой-то сам даже Тарафине не нравилось я готов был бы зад был дверь Иоанна там Иоанна Иоанна Пророк и ответы вопроса Варсонофии Великого Иоанна Пророк а вы граждане я готов был но стал как бы духовным наставником через две потому что Иоанна Пророк уже в затворе был они святы но не безгрешны да писание чудное что это за чувство такое я готов что это для любви ну я не знаю я вообще сказал что Дорофей гей был потому что не видел слышал там тоже задают вопросы из публики вот его лекция я просто недавно отрывок на нарезку тыкнул когда-то я это слышал забыл а что-то недавно на отрывок кто-то нарезал так же и он задает вопрос с публики ну видите отрывок типа а может ли садонит как раз быть попов он говорит ну если он типа кающийся а я тебя видел а тут рядом стоит какой-то архивий у него глаза вот так округляются убил да вот а он он аргументировал он говорит типа Ава Дорофей же был гейм наверное тут еще больше раза округляться но я тоже не понимаю почему я люблю слушать всех все равно я стараюсь просто некоторый дух уже не может я просто бросил но нет а так я люблю потому что ты можешь подчеркнуть какую-то техническую информацию я говорю таки на которые ты никогда вот Гарипанов в принципе там и дух-то нормальный тоже столько вещей на которые я бы никогда в жизни внимания не брать ну кто я такой конечно он надо слушать этих людей тот же Осип да ты можешь не исповедовать что он там проечный мультик но как минимум профессор человек всю жизнь посвятивший этому он такие вещи тебе скажет которые ты увидишь в первый раз мы читаем как дырку через там десять слов Марсин что-то поймет так вот он сказал я говорю что он спрашивал урана пророка я просто не помню этот вопрос типа что мне авра делает я искушаюсь с мужского мужского это ну там он так привел что он не говорит что я гей но он говорит я искушаюсь что меня меня соблазняет мужское общество понятно влекает на то что неравнодушное тяжело я сам поражаюсь как говорят да геи идут в монахи я в публичный дом пойду работать если мне только как ебнух не кастрируют то и так это какой-то бред я как или там отцы приводят кто с какой-нибудь страстью идет куда-нибудь там курильщик пьяница идет в кабак там спасаться конечно они уходили в пустыню даже боролся страсти потому что Макаря Витя сказала что кустрасти как змеи забросим банку и да сначала она там ползает потом она начинает оторвать и метать ей есть охота но она станет момент куда она сдохнет ты не корми ее да на остыне она начнет а у него трое детей на съемной квартире я и говорю они там отвязаны их даже можно понять я в этом плане я вот как раз я сказал грубо я говорю осуждаешь человека это не знаешь его это дело лично каждого ты на его месте еще хуже послепил потому что он тебя вообще отвезет яблоко послепиться ну конечно я такой отвяз хотя я сам готов умереть да я всегда думал сам одеть вот тебе надо это может а смотреть как гитлером я не готов я сам могу не мешал ну смотря как мы уже мунасилы я не смогу я буду бить сорвать я не скажу я принимаю мунасилы мунасилы она сама захочет я готов не могу мучить я это не знаю согласен я даже по ее воле бы сказал не извините я этого не вылиться пусть я завершу я на это не смотря не могу вот ты стоп не привез ну конечно я тоже стараюсь я прием то есть очень люблю он все таки старше меня надо немножко смиряться человек 75 наверное он поумнее меня где он молчит я все таки больше не понимаю он молодец он бы мог осуждать всех подряд мне нравится его поведение он молодец держишься это не так просто как кажется с ним ну а смысл мы сейчас начинаем озвучивать мысли мы его убрали на следующий день да и вон сколько я знаю он просто из себя тоже ничего не говорит любит эту позицию она конечно хорошая мы так же не собираешь его запрещали вот им как раз он еще он стоял он же он может сказать больше но он ну а не скричали смысл мы сейчас отлучаем скричать стыря и вот он в семинаре и понятно как его дух он бы не ездил куда-то защищаться он именно там бы смирялся боролся бы стоял на своем ждал пока не знаю я его уважаю мы все с пороками и шум далеко не с плохими пороками а по поводу что у кого там патру я тоже спасаю не уход на рост несколько лет я его переслушивал десятки раз его ведь и перезавшивши я ему благодарен не тушь не надо благотворить просто да вот этот не нету не из тебя из меня из него конечно первое чувство выяснишь выяснишь кого-то все вообще это даже надо себя сдерживать тем более заранее всегда у меня у меня там на планете четыре ролика стоят на автомате там один про попов про пидористик есть Алексей Мороз будет говорить послушайте 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 ой нет это не Мороз будет отец Алексей я решил выложить одно дело я я не буду этого делать он за собой чувствует он священник они там вот в этой какая-то у них тусовка это есть против этого кеминизма я это все поддерживаю но сам я за собой пока силы не чувствую тем более на уровне такого тем более что на уровне личности просто воздух об этом и так многие знают бабушки это и не надо она может слышать не хочет я не знаю как ответить он там про Ротова говорит ну чтоб так и Лориона не верят ну у меня компромата нет если я хотел я бы собрал но нет реально представь картину кто как можно в это поверить для меня это не было проблем для меня просто была проблема что они активы остаются не раскрывать бросают человек мог пить рок там дал концерт а что они стоят с активами когда они все нет но как формулировать кушаешь побольше деньги эти страсти полностью поглощают но они не верующих может они кажется побольше нашего конечно я не знаю может они что сделать с собой я не знаю поэтому я говорю я тоже плюнул когда уже сказали я и молился Господи но не знаю опять же я стал говорить и видишь как на моей практике указал расход сам как ужасно прибрал именно все за что я его три года хаял за алкоголь за псимонию и за разврат все открылось понимаешь пьяный угарь он на кровати за что сказал он ко мне приставал сам я уже садили еще сюда почему ковыряются меня называли ну я и понятым был мне сразу позвонил Володька там в 5 утра не звали по-моему сельского у меня уже не поэтому опять же не следит преступление вопрос она знала что я там ну она как познакомился я сказал чуть-чуть спрашивает ну ты знаешь вот опять же я должен был собрать и сказать что он я собрал и я поступил поистине то есть она тебе прямо вопрос задала она мне задала вопрос я ответил если даже это и так я не сказал потому что я не имею на это право он уже мертв это ничего не даст если святые покрывали реальных грешников например на корзины садились там монахов с блудницей прикрывали там макари великие сети я все это вот по-моему скажу что нет истины где нет людей у него есть родственники причем как бы не было у пацана снесло голову причем он гей тот был тоже все равно он хоть и жил с бабой а он такой же его привезли два его гейя священник который тоже с малышом живет понимаешь там все закручено я-то все это знаю то есть у того либо по пьяни голову перекрыл либо он вообще из-за денег потому что он сельско скрыл и уехал с деньгами на его машине пьяным не а умер ты как представляешь в пьяном угаре вот ты где он был я не знаю и он там все начали благотворить мученик все бабушки готовы алтарь но теперь уже конечно располагалось по всей бутурлиновской штаб понятно кто тут язык зубами не будет держать поступил с павловской звонок что пришел с повинной сдался какой-то не нашей национальности не русской вот и сказал что в полицию да в полицию и у них уже павловская полиция позвонила в рвд бутурлиновской позвонила нашему участковому так как участкового нету телефона батюшкиного он позвонил мне так как я не хуже с ним общаюсь очень хорошо в близких отношениях мы с батюшкой были ну он позвонил мне так и так говорит что в павловске так сдался не хуже и сказал что подрезал батюшку может нам еще живой я был зам клуба под самым прозрачным обороте конечно я все знаю всю московскую тусовку всех депутатов пидорасов они все в этих плотах всех наших чиновников всех звезд не раз живого не видел живого не видел а я могу тебе науку сказать он или него не видел не видел людей таких мне достаточно его взгляда даже на меня тоже я по походке вижу по движению вижу они же не все вот такие некоторые настоящие мужики ну это спасибо вот такие они да да спасибо нет есть и спасибо мужики так что все там очень тяжело я говорю никогда ты кому-нибудь скажешь и ни одна бабка не поверит ты рассказываешь я знаю вот на машине где жена знает она как морится как она наклеивается там поют или тут у меня двух детей муж педик священник она не несет это нет я не спорю я не буду с ней верится что она же сказала что я тоже может быть и я тоже мне он ну бог поругай не бывает я знаю для бога это сейчас секунду он умрет и вот как бог открывает я потерпел чуть-чуть я молился господь успокойно я должен что-то перед кому идти к сергию я знаю что-то такое же к Будяеву я знаю что-то такое же куда я пойду вот этот козлов говорит они там уже мафии ее уже не разбить они сами себя ставят я знаю всех игулиных монастыря кто-то такие ну может кого-то не знаю но не многих знаю геи они властолюбивы поэтому они там святые люди им ничего не надо ни денег ни власти ну кусочек хлеба и жизни обычно ну сразу видно что это за монахи все на мерседесах ездят ну что это эти кухни ну какие-то у него подвязник мы вот ездим я с ним три года считай прожил глупо говоря мы сидим в епарке каждый раз магазин так подвязники висят 80 тысяч а мне штаны 450 рублей и маяки 200 рублей кто из нас монахи его говорит и они все у него у него шкаф подвязник вот так у каждого забит и у него в том числе монах 25 подвязников а пурпура такого и вот на каждый случай жизни и тоненькие и толстенькие и посреднее и потоньше там что только нет каждые 10-15 тысяч это не облачение церковное как всегда это надо вот Бог любит надо красоту сделать ну ладно Бог любит а ты что в пути шапочек под шапочек подожди послушай этот вопрос ну что всегда было вот такое количество их да всегда парень был таким в третьем деле просто они как разговаривались и да всегда проявили да просто ты себя знаешь опять через меня ты так жилы не знал не знал не знал не знал не знал я в 15 лет допустим себя вспоминаю да такого уже не было как сейчас что они открыто вот так ну блин 30 лет назад их просто сажали все было тайно все было были все депутаты все было в советское время что тут уже не было в плавке все было да они говорят было потяжелее все это было в царской древней все это было в царской древней и все эти императоры все это пропаганда гей пропаганда да Нерон свадьбу сыграл Нерон играл свадьбу с геем ну он же гей со своей любовью первая гей свадьба Нерон на времена Христа Галиния тридцатый год наш я вот эту тоже ой никогда не свадьбу мировая империя второй рейт смотри Господь именно за эти преступления он и рушит и Рим он разрушит за это да мы сами все начинаем вот и потом Содом и Гоморр только издает и Америка я думаю издает и я вас с американцами наговариваю они понимают что это они хвалят страну свою страну хорошее но ее допускают но видишь они понимают что она господи ее покорает вот именно за которой в Сатаме то есть они это признают даже это ну это не самый же страшный грех ну да страшный о ваганах когда ты знаешь и живешь под он тоже недопустимо это самый страшный грех Грех самый страшный, грех не расстраивает. Мы же не знаем, может этот поп обливает слезами. У него уже захватило эту страсть. Пью половину. Папку, то им пью половину. То им запрет не за алкоголь. Я знаю, и другие жены с вами все там. Ну, да. Это тоже. Полагает их там. Там грехов полно. Я говорю, страшный, а не знаю. Он хотя бы греет против себя. Как-то, по-моему, не против суети. Греши. Ну и как ты, зная, вот ты, допустим, просто вот хула, я считаю, я просто не понимаю, ты не можешь справиться с ними себя сам. Живи спокойно, мирскую жизнь. Вот это да, потому что ты соблазняешь церковь. Ну, церковь, я не думаю, что это будет. Потому что церковный грех самый страшный. Это не личный грех. Это не общественный даже грех. Это церковный. Ты чад тех, кто соблазняешь. Даже никаких там неряб. Людей неверующих. И они, может, и не соблазняют церковь. Вот, беру педагоги, считаю, что семья там такая. А они, кстати, с ними люди лежат, для них это соблазняют. Сними с себя сам. Ты пьешь? Уйди сам даже. Попросись. Вызывает отлучение. Чего же сам запрет? Я хочу справиться, потом я приду. Что ты ходишь пьяный по двору? Ты кто священник? Носит друг друга. Я просто все это видел. Ты ужас. Ты даба. В храме начинают микрофон и караоке орать. В который он вчера валит и сейчас вечером будет петь. Пьяный он заходит и начинает караоке орать. Все это видят, прихожане. И все делают вид. Ну, 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 нечего страшно. Может, священникам слова нельзя сказать-то не будет. А это есть хула на духа. Ты не раскаиваешься даже. Ты не считаешь это грехом. Это да. А люди-то, а это не хула? Что они видят это и терпят. Хула, я считаю, тоже. Я считаю, конечно, что одно дело оскорблять, а другое дело просто говорить. Почему я вот за это движение против кумунизма, против сейчас встречи этой. Конечно, я не выкладывал ролик. Ты заметил, есть ролики покруче, как я с тобой сказал про это. Я знаю, который про Кирилл, про Кидориспиев, другие там. Я не выкладывал. Я собрал, что я считаю, более-менее терпим. Где они сдерживают себя там. И Мороз может разойтись. И там вот этот Кузнецов. Я более-менее нарезал. Где они просто говорят правду искренне. И там про грехи, эти пороки. Но где они перебарщатся, как-то же я тоже не выкладывал. Не нарезал. Я понимаю, что они могут найти. И по идее, я этого отца рекламирую. Он, если захочется, другие уроки найдет. Но я думаю, трезво, если он послушает это, другой отбросит. Потому что святой и грязи найдет. Женщина. А порочный. И все исполнит. Мне нравится. Знаешь, что в последнее время слушаю коломейцев. Баптисты есть такой. Потому что он православный. Он прям в корне в своем православном. Он любит Христа. И видно, что он считает отцов. Ему видно. Они считают. Но я вот Льюиса, я обожаю. Клайв Степл. Я вот там доберусь до него. Но у него грязать там особый мяч. Хороший человек должен целиком. Прочитать все это. По христианству он будет в шоке. Это православнейший человек. Не зря его Хрест на могиле все-таки поставили православным. И все его свои называют за глаза. И кто-то привычитает. Боже за это православие. Вот это вот православие. Какие у него фразы? Какой у него ум? Просто я поражался. Какой это все подает ему. Я не знаю. Да, я не отрекаюсь. Я англичанин в маяцах. Я когда пират просто князь узнал, я был вообще в жонке. Это разве возможно? Конечно, я исповедую дух, а не духу. И еще такие же люди сорваться станут. Да, и нам надо... Ты посмотри, Господь пропустил интернет. Мои, видишь, какая возможность там сегодня. Ну, какой-то сказал. Вот, видел там осидельный ролик. Если вот спрашивать священник. Так, как ты вот любишь тракционный. И он с этого вопрос не так. Ну, вот, если бы вы могли родиться в другом месте, в другом время, где бы хотелось. Он сказал, он говорит, понимаю, на что он мне хотел. Я бы сейчас сказал, а, я хотел бы родиться во времена Христа, ходить в этом с ним. Он говорит, нет. Я, говорит, вы знаете, люблю. Конечно, я бы, может быть, не хотел. Но я верю в то, что Господь меня и напасал в то время, где я нужен, где я могу спастись. И самое лучшее для меня вредит. Пока, вот ты просто сказал, что там за парень, который заперся, думать, что тебя ждет. Потому что я пришел уже к той степени, что все читать бесполезно. И с Евангелем вообще читать. Я его знаю все до языка, до слова. Мне это не надо. Я тебе вот объяснил, ты не знаешь, как сейчас поступить. Только Христос тебя отрубит. Я говорю, я перед тобой живу, уже все в живу. Потому что я не знаю, соврать мне или нет. Как тебе? Я не найду в Писании. Он где-то, Господь, трость наломленный, переломленный, перенагуляешься. Не знаю, что святые так и так поступают. Ты не можешь их непрактикой пользоваться. Она частная вся. Есть догмат, когда они могут, ты их проанализировал, и все, не упираешься. Ну что значит догмат? Есть невритие, вроде бы заповедие. Вроде бы простая и тупая. А оказывается, есть ложь, бабла, во имя любви. Понятно, мы к чему возвращаемся до петь. Это частная практика. Это мы с тобой понимаем. Но народ-то, народ-то, как это самое, народу тоже надо что-то говорить. Или пусть, пусть да. Я пытался вот в этом хране, когда он не сам благословлялся. Там такие условия были под нормальным священникам, которые были, тоже за это радовало. А ему было все равно, он так и у меня подставит, потому что он же должен, бесит, бесит. А он не хочет таких. Не надо. Он крестит просто так себе. Просто там сверху пошло, не дай бог дойдешь, что нет часовой беседы, крещения. Ну конечно, ты их даду. Он меня за меня зацепился, ну давай, ну что. А я послушал, у меня там и плеваться стали, и верну то, что я воню. Я не знаю, что у тебя рычагов никаких нет. Они плюют, вы знаете, что их покрестят через час. А я в таких зажиге, бесит, даже как я затоузил. У бога, как ты, что здесь было, она чистая. Я их спрашиваю, кто вы крестили с ним. А я не вовремя, я ответил. Говорят, потому что сосед ваш в Евангелии показывает, даже прочитать ему. Ну а и стимул такой, вот спросить, а почему ты крестицы пишут? Я спрашиваю. Ну и о чем? Так надо. Не речь так надо. Просто надо. Все крещу мы русским православным, мы их крестимуем. Это как национальности. В принципе, для них слава сыну, что у тебя паспорт русский написать, что у нас там без разницы. Ну это вопрос какой-то был, а люди говорят, я быть православным, но бога не верю. Правда? То есть, так приказывается. Православный, как бог. Ты понимаешь, я этому посвятил вообще 7 лет жизни. Ты не хочешь икону подарить? Ну, я хотел Павла при простого, а вот подарюшую. А кто это? ты, наверное, мог заметить. проекта там. На меня все Евангелие, это вот раз наверху. То-то раз пять, то воскресенье, я поедем трех, это все Евангелие. Я не понимаю, как можно вообще придумать было словосочетание чудотворной иконы. Это же не, это же бред. Это же от бога, бог, ты вот молился и исцелился. Ну, ты же не икону, ты же богу молился, ты же ты кого молился иконе, что ты меняешь? Это какого надо было иметь ума? Это все неверующие папы, как вы там, гляньте правильно говорить. Человек какой-то помолился и исцелился, или какой-то простой пришел в цирк, да, бог его исцелил через эту икону, но правда, он еще простец, крестьян, священный хотя бы поп-то мог в цирке, а они были тоже необразованы, у тебя икона и понеслась. Да не икона целебная, а бог. Ну, суть, ты что? Я вот снялся с горячей опять все, вчера все повесил, опять обратно. Мельс почти не есерый там, я что-то не попасу, опять крыло вообще, жесть. Чуть опять все, самоубийство планируют. Жуть. Боли невыносимые, я не знаю, просто скажу. Да, что-то не уж я не планировал, а как мне самоубийство? Да вот тебе, ты скажешь, а я отмогу сделать. Я говорю, он говорит, на твоем бульсе, если я вас ставлю, я говорю, я не могу, боль адская. Я и бился головой, ужасен, я сейчас себе так угли, я не могу терпеть, боль просто не поносимая. Как это терпеть, я не могу. Ну да, я вот только проходит, я тебе говорю, что ты меня мучаешь, я же не на приказе. Ну ладно, небольшие скорби, я готов, ну а то зачем мне, как я должен это выдержать? Это что, мера любви? Но если бы мне сказали, ладно, чуть-чуть потерпеть, завтра умрешь, я бы неделю, я бы год, если бы не сказал, что через год я умру. Может мне жить до 100 лет, я что, до 100 лет, так мне с ума сойду. Бесит, что нет конца, у меня нет, я бы был готов, я бы рад был, я всю жизнь мечтал, смертельно болеть, там раком, спидом, еще когда я в волну ехал. Я мечтал, потому что я знал, что если бы я знал, почему, что-то 8 метров, это же был в состоянии божьем. Просто она правда, как у себя говорит, все равно, когда я там умру, никто же не знает. Я бы тоже мечтал знать, я бы жил под руку, я бы точно, человек знает, мы тоже все знаем, мы знаем приблизительно, что максимум стоит, ну да не знаем, потому что я в машину садил. А тот, кто знает, я бы конечно жил под руку, я бы точно жил, вообще бы искренне абсолютно, бояться нечего, ты бы уже жил никакими типами, идеями настоящими, ты бы уже не копил, ни на машину, ни на квартиру, ты бы все раздавал, ты бы благотворительностью занимался, что ты тебе год остался. Конечно, правильно говорить, это ограничение свободы. Ты бы жил, ты бы знал, что ты выжил, а вот ты поживи, когда ты не знаешь. А ты знаешь, какая минус, сколько на господу было, вот я его просил, и господи, а то и мне время, время, это самое, смерть. Понимаешь, и он, как бы он утешал, он во сне мне показывал смерть мою, я вижу осень такая, листья желтые, дом, и гроб мой народ к другому ставит, понимаешь. И все, я раз утешился, так я говорю, матушка, все, я говорю, на этой осени все, вы эти хороните меня. Понимаешь, он мне показал, какой осени непонятно. Чуть-чуть попало, вот. Вот, я несколько лет идти утешался, и каждый раз в доме сидит. Вижу, а теперь уже все. Но 14 лет прошло, я смотрю, на эти 14 лет, они прошли, как полгода. Нет, я согласен, что время проходит, я тоже третий год, и думаю, я же помню, как я божист, что я еще день, я не выдержу, так день, просто недель, год я орал, это невозможно. Я не выдержу еще год, выдержу уже 3, 3,5-3, вот, заканчивается. Началось в августе, скоро 3 года будет. Не, я понимаю, что, может, я так до конца жизни, а может, еще хуже станет, я не знаю. Сейчас я смеюсь с этим, он еще натянет. Чего, я и боюсь-то. Больше этого, больше, чем дано, лучше не будет в Израиле. Я вот просил по-другому, с тебя видишь. Что с тобой? Ну, просил это испытание-то. Я уже лежал 3 года, уже 4-й год, но когда я уже знаю, у меня рождение произошло, такая встреча на Господе, и я при этой встрече, при этом, с этой радостью, я говорю, если ты, надо тебе, то давай мне больше, чем испытаний. Ну, у меня, может, так вот тоже клинивость, все их лаги. И теперь я на гнение вырву, я, я, это не знаю, если даже такой стать до конца жизни, это ужас просто. Хотя, может быть, еще хуже ты сам. На прошлой неделе, со мной, вот, я общался, читать 4, она меня не отпускает, и все. Как, поскайпу или без? Поскайпу, да. А без, без, сильный кошмар вообще. И это, или, понимаешь, а она вот тоже, я сейчас залезу, я петлю, я вены порежу. Вот. И, знаешь, чему утешается? Только я, как бы, утешаю, я говорю, подожди, че, какая петля? Это, сейчас, недолго, говорю, вот 17-18 год, все, все, будет твердых, не веневья, какая-нибудь, будет, не веневья, а она и притешается. А так все, она реально ее рвет там на куски вообще. Были более страшные. Тоже более, одна осталась, мать сейчас умерла, весноватая. А девчонка, пекин, до 30 лет, девственница была. Вот, там, там, душа чистейшая. Может, гордыня была отличная? Да не видно, что гордыня там по ней. Вот, понимаешь, не сама же действительность святая, Она, она, красавица там неописуемая была. Зачем она, ей все страны говорили, где красавица вообще. Она говорит, хватит там любви, красавица. Ведь она не красила тебя. А реально видно, красота ее сейчас в 43, да? Красоту видно, вот, божественная, от Бога. Куда она ей, понимаешь? И она это в себе никогда не видела. Ей Бог, там, бизнес, там, ей помог, успех, не знаю, кто Бог или другой Бог. Вот. И вот, и она, в общем, как и искушение было, у нее бизнес стал процветать в Москве, там, цветочные магазины какие-то. Вот. И она, короче, похурила Бога в этом. Тоже, ну, типа, я сама все знаю. Ну, это гордыня. Ну, не, сейчас... Весен дверь открывает гордыня. Сейчас, да, в ней нет, весен, она сейчас себя сознает, понимаешь, но веста одни власти имеется все равно. Она не может от него не боится. Я, насколько я вот так считал, совсем без снований, когда ты соединяешься с Весенкойш-Городом, по сути, она, конечно, вознеслась. Она история. Я старница, я сама все заработал, бог, ты все это видишь, нам кажется, свет, она светает. слушай, она рассказывает, что она кювета, мы летаем в этот кювет, вот, а она, она как-то говорит, я не помолился, у меня было время помолиться, а я не обратилась в господину, типа, сама я это вырвала, это будет. Вот. И она кювета в это вылетает, и все удачно, вы их вытаскивает оттуда, или она сама выезжает, вот. И они едут дальше, и, представляешь, и она через 10 минут приезжает в столб, у нас накопивает, на глазах мне. Вот. Ну, как бы, вот эти моменты все, она рассказывается, и сейчас у нее болезнь такая, она не могла забили меня, потому что у замок, какого-то военного. Ей посоветили обратиться, какие-то эти гормоны, как будто она начала колоть гормоны, ее, начало тело, все, она говорит, у меня за сутки, до 4-х раз, наверное, или больше, я не знаю, то есть голова сдувалась, надувалась и сдувалась, мне бы челюсти съезжали вообще на бок, кости черепные, вот эти ребра, все, коленки, это все, выламывалось, но до сих пор с ней не происходит. Понимаешь? Вот, и она мучается, вот эти боли, а то же, у иконы там, сзади стоит Христа, она будет лучше, чтобы все видит это все, но она ее больше не могу будет любить, она тут же плачет, и бросает ее, куда-то, представляет, вот. Снимаю вот о царе, она говорит, да какой царь, не должен царь, какой царь, она уже понимает, что если будет царь, то процветание, про она жить продолжает, а ей хочется в какую-нибудь катастрофу попасть. Да мне так же хочется. Я когда в этой, ни войны, ничего, я куда, чтобы, понятно, Господа не обманешь. Я вот этой болезни, я не спорю, она много дает, много улучшит, много смиряет, вот. Хотя людей я всегда жалею, в этом плане. Я, у меня всегда все эти фильмы, я рыдаю все время, что-то про животных, когда-то, не знаю. Мерс, это естественно, Господь живут души. У кого? Покажите мне человек, которого жалеет зернышки пшено, смотрит, ну и как мне жалко, но я вас съехал. Любовь сам сделает, это нормально, это не жевает душа. А животное, оно и чувствует, ты видишь, она даже выбирает добро. Она может отказаться, ржатвы, селеглоды. Это никель не института. Так же за детенышей кидается, там кошка разрывается, собаку, там за километрами подпустит. Что это? Нелюбовь, нет, это нечто большее, вот животное, да, хоть и говорят, что там души не где-то. Дресет. Наследует мне кот, нога, и я на него смотрю, а он на меня как человек. Конечно, это достаточно лошади, корови, глаза, потому что они живые глаза, собак, это живые души. Да, ты в комаре не увидишь души. А у Никиты глаза, как у нас, все это значит, ты передаешь глаза зеркалу души. Нет, ты видишь, а для чего он из-за него так бы, ну, как бы, угородили до отношения, потому что пытаться было удобнее. Почему не разбили? Хотя, без конкурса, чего-то, и дал, еще травы, или семена, дернута. я всем привожу, в примерные семьи, митрополит Сергий Тыпев, это типа, тогда был, и вы, что отцов, полковая, мечтали. Иоанн Золотов, кстати, Василий, великий, ссылается, и да на это, как на вегетарианство. Это запрещение. Господь сказал, я ему хотел сказать, а что, что-то Господь, сам Христос, ссылается, чего Бог, вы сказали, развалиться, а он сказал, да будь два плоти, едины в том же моменте, в те же первой главе, как и сказал, это вы придумали, а что Бог сказал, ни одна йота, ничего Бог положит, человек, это не случая. Я вот делаю, а ты думаешь, я знаю, он не смог мечтать делать, как раз пять, она нечего, уже краска, все. Это ничего, мне кажется, нет, честно, Довольте себе. Я повезу. Довольте себе. До встречи. fue not enough. До встречи. Продолжение следует...